Смотрите, как говно бьет. А вонища какая. Капец. Смердящий фонтан бьет под окнами жителей Белоярского. Анастасия и Владимир приехали в поселок ради чистого воздуха. А теперь гуляют с ребенком только в медицинских масках. Мне с ребенком гулять особо негде, поэтому мы находимся здесь. У меня ребенку два месяца. Он будет дальше расти. Как врач нам советовал, почаще проветривать дома. А как я буду дома проветривать, если мне невозможно открыть окна? На масочный режим перешли все жители улицы Мира. Зловонный аромат витает по округе уже целый месяц. Во время ремонта канализации коммунальщики повредили трубу. Вот место, где трактор закапывал яму, траншею. Вот она, дыра, где он повредил ковшом. Стали закапывать. Я думаю, ну слава тебе, господи. Я тут иду, смотрю, блин, йокарный баба, извините за выражение. Опять снова яма и уже течет. И вот они как бросили, так с тех пор и не бывали. Устав от зловония, жильцы стали названивать коммунальщиком. И получили очень странный ответ. Говорили, что сварщик ушел в запой. Во время съемки на место приезжают представители МУП водоотведения. Директор уверяет, жалоб от жильцов не поступало. Но о проблеме она знает. Раньше просто не было возможности ее решить. Что я могу пояснить? Сварщика просто не было, поэтому... Вообще в штате у нас как бы нет сварщика, по идее. Мы идем только на замену каких-то несварочных работ. Сейчас вот попросили людей, сейчас устранят. Но местным жителям этого мало. Из трубы фекалии стекают в реку, где купаются дети. У нас ребятишки видят, все радость только здесь. Где вы радость здесь увидите в говне ковыряться? Получается, что в какашках. Да, дети местные, а куда им деваться, им жарко, они все равно идут. Все, они вот выходят, начинается вот это вот все телодвижение. Вот оно, пожалуйста, вы его сами видите. В администрации Белоярского пообещали провести проверку. Мне необходимо выехать туда на место. Завтра я туда обязательно выйду. Если там действительно факт подтвердится, излива нечистот в речку Пышма, мы этот данный вопрос возьмем на контроль и будем его решать. Трубу, из которой в течение месяца бил фекальный фонтан, заварили за полчаса. Теперь люди надеются, что летом они смогут купаться в пруду, а не в огородной бочке. Полина Ивина и Василий Тулинов. События ОТВ.